Девочка-пай Виноградную косточку В теплую землю зарою И лозу поцелую И спелые гроздья сорву И друзей созову На любовь свое сердце настрою А иначе зачем На земле этой вечной живу Собирайтесь-ка, гости мои На мое угощение Говорите мне прямо в лицо Кем пред вами слыву Царь небесный Пошлет мне прощение За прегрешения А иначе зачем На земле этой вечной живу В темно-красном своем Будет петь Для меня моя Дарья В черно-белом своем Преклоню перед нею главу И заслушаюсь я И умру От любви и печали А иначе зачем На земле этой вечной живу И когда заклубится закат Ла-ла-лай 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 Субтитры создавал DimaTorzok А иначе зачем на земле этой вечной живу? Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья! А иначе зачем на земле этой вечной живу? Сегодня у нас в студии наш дорогой друг и гость Борис Коган, который мы представляем и как ветерана армии обороны Израиля, защитника Израиля. Мы знаем, что бывших не бывает. И также организатора и лидера водного парада в поддержку Израиля, который проходит летом в Нью-Йорке. И я думаю, что вы выступаете сейчас также в неком амплуа Барда. Хотите вы того или нет? Так оно и есть. Откуда у вас и любовь к музыке, гитаре, откуда это? Знаете, я родился в музыкальной семье. У меня и папа играет, и мама играет, и бабушки у меня, и дедушки все пели, играли. И так вот оно случилось. Я думаю, что я в этом родился. Поэтому, как рассказывают, если евреи спускаются с трапа самолета в Тель-Авиве без скрипки, то значит... Значит, он пианист. Значит, он пианист. Если еще и без гитары. Без гитары, это да. Без гитары их просто можно отправлять уже обратно. Потому что они, наверное, ее забыли, не дали вывезти. То есть ваши родители профессионалы-музыканты? Да. Потому что играют многие, но профессионалы это из другой области, да? То есть... Мои родители музыканты. То есть мои родители оба, они творческие люди. Потому что можно, конечно, быть музыкантом, а можно быть, наверное, артистом. И я с детства уловил эту разницу. В чем же интересна она? Разница в том, что можно быть исполнителем. Можно играть, отыграть. Но не вложить и не донести и не досказать своего понимания вообще происходящего. То, что ты делаешь. И я думаю, что вот то, что мои родители ко мне привели, вот эта вот любовь к музыке и любовь, умение замечать, умение ощущать происходящее, чувствовать происходящее. И вкладывать в это. Если ты что-то делаешь, тогда хорошо это делать осознанно. Делать это осознанно. Не только осознанно, но и прочувствовав. То есть вы говорите о том, что родители поделились с вами любовью к творчеству. Не просто раз и двои и отыгрывать, так сказать, как можно в любом деле быть ремесленником. Да, да, вот это именно правильное слово. Можно быть, так сказать, творцом. В этом смысле, кстати, иногда сапожник может быть творческим человеком и творить. Музыкант может, так сказать, без чувств проигрывать. Есть концерты. Но, тем не менее, на людей производят впечатление, как разложенная душа произведения. И вы, так сказать, вашей премьерой сейчас песни, которую я обожаю, еще, честно говоря, с детства, из Москвы. Мама моя играла ее. Это виноградная посточка. И как вы задали вопрос, который на самом деле должен стоять перед нами каждый день нашей жизни. А иначе зачем на земле этой вечной живой? Я хочу неожиданно спросить у вас. Я вижу, что у вас в руках гитара. Да. И она прекрасно звучит, конечно. Что это за гитара? Откуда она? Это гитара особенно. Это у меня есть друг, он товарищ. Он намного, намного меня старше. Ну, так вот свелось, что нам пришлось познакомиться. Он американец. И мы долго лет много дружили. Мы немножко, ну, как бы работали вместе на некоторых проектах. И один раз он решил переехать. Он тоже журналист, сейчас занимается журналистикой. У него своя газета в Сан-Франциско. И он собрался переезжать в Сан-Франциско. И я к нему пришел домой. И я говорю, у тебя стоит гитара? А он уже в Сан-Франциско живет полгода. Я говорю, а как же... Он говорит, ты знаешь, я когда-то играл этой гитарой сто лет. Я говорю, как же ты играл? Почему же ты мне не сказал? Мы с тобой сыграли бы дуэтом. Мы бы что-нибудь придумали. Он говорит, ну, уже поезд ушел. Ну, вот он мне сказал, он летчик, он пилот. Он служил во Вьетнаме в свое время. И он летал на этих B-52, там, какие-то бомбардировщики. Серьезно. Человек, по которому никогда такого не скажешь. Он скромнейший человек. Вот такая вот история. Я много лет с ним дружил и даже об этом не знал. И вот он уехал в Сан-Франциско. Мы ему помогли с этим переездом. И на день переезда он ко мне пришел и говорит, «Я хочу тебе подарить эту гитару». Я ему говорю, «Уильям, ну как?» Он говорит, я на ней не играю. И я хочу, чтобы она пошла в хорошие руки. И я знаю, что она будет... У нее должна быть еще достойная жизнь. И сегодня, когда я шел на эту передачу, у меня есть коллекция гитар. Я хотел сказать, что я хочу взять именно эту. То есть это подарок от ветерана ветеранам. А что, если тогда неожиданный такой поворот нашей дискуссии? А что, если вы подарили, может быть, нашим ветеранам какую-то песню? Неожиданно. Я знаю, что я вас... То есть мы не готовились, и это будет экспромт. Нашим ветеранам песню? У нас ведь тоже ветераны, да? Ведь ветераны наши прошли ту войну, которую... Подобной, которой не было в истории человечества. Вторая мировая война. Да. Я скажу так. Знаете, я... Есть у меня одна песня, которую у меня дедушка, ветеран войны заслуженный. У меня... У деда есть орден славы. Дед очень героический. И скорее всего, скажи, даже... Дед... Мой дед это вдохновение, которое вот я имел, когда я пошел в армию. Я всегда спрашивал, что бы сказал мой дедушка. Потому что когда я в армию шел, его уже не было с нами. Что бы сказал мой дед, когда вот увидел меня. И я хотел, чтобы он много гордился, поэтому это был один из этих поводов. У него... Он был в морской пехоте. Он... Участвовал в самых страшных сражениях под Сталинградом. Там он... Он ходил в рукопашный бой. Показывал мне, как наматывал ремень на руку. Потому что немцы толкали вперед женщин и детей. И они не могли стрелять. И он шел вот так вот рубиться этим ремнем. И вот так вот под Сталинградом лежал. И шли в атаку. Прилетел снаряд и оторвал ему ногу. Вот так вот был инвалид войны. И вернулся. И построил семью. И вот такой вот... Такой вот пример по жизни для меня. И есть такая песня одна, которую он любил. Я ее спою. Я не знаю всех слов, но хотя бы, может быть, один куплет. Споем все друзья. Ведь завтра в поход уйдем в предрассветный туман. Споем веселее, пусть нам подпоет Седой боевой капитан. Прощай, любимый город Уходим завтра в море И ранней порой мелькнет за кормой Любимый платок кормой Вот это был подарок. Вот это был подарок. Спасибо огромное вам, Борис. Склоняем голову, прежде всего, перед нашими ветеранами и, так сказать, те, кто живы, пережившие войну. Мы хотим пожелать им здоровья, чтобы они продолжали делиться своими удивительными рассказами, которые вдохновляют нас. Поэтому не случайно, действительно, видите, я представил в начале передачи, как ветерана армии обороны Израиля, но очевидно, что те традиции семьи, которые были у вас, они вдохновили вас делать то, что делали вы. Я тоже из семьи ветеранов, поэтому у нас тоже, как сказать, это все жило. Поэтому помним это все. Все, что можно сказать, это благодаря этим людям, благодаря их невероятным жертвам, которые они принесли. Мы сейчас есть. И это нельзя переоценить. И это нельзя назвать другими словами. Так по этому поводу, я думаю, поскольку у нас нет слов, я думаю, что нам остается только спеть песню и, может быть, поддержать их дух. И, может быть, перейти из минора, так сказать, в мажор все-таки. Из минора в мажор. Знаете, такая песня недавно родилась, да, если уже мы говорим о мажоре. Недавно был такой здесь спектакль, Пурим, праздник Пурим, и такая Пурим-шпил. Да. И я вот на самом деле не знал, что такое Пурим-шпил. Ну, я понимаю, что такое шпил, это вроде бы играть, но сам смысл не совсем понимал, да. И вот мне вот его, я должен сказать, это мой дорогой друг, окей, и наш учитель Бенсион Ласкин. Да. Вот хочу специально его имя назвать, потому что действительно человек вдохновляет нас. Его мама Злата Роздолина, невероятный композитор и исполнитель. И он сказал, это когда берется какое-то произведение, которое уже есть, или это пьеса, или это песня, и переделывается, переделывается на свой лад. Окей? Я сказал, это мне нравится, то есть тут на самом деле уже большинство работы сделано. Тут можно что-то сделать. И вот у меня родилась вот такая штука на песню Высоцкого. В желтой жаркой Персии, в центральной ее части, как-то раз вне графика, случилось за несчастье. Царь спросил, не разобрав, где ж жена, ей-богу. В общем, так Ахашвирошвашти прогнал из-за дому. Тут поднялся Галдеж-Илай, и только старый Мордыхай, прикрыв глаза, тихонько спел. Азоху-Навей, шма-Исраэль. Загрустил царь без жены, плохо спит ночами, даже как-то раз пришлось бегать за врачами. В общем, издают указ, что без промедления на просмотр к царю пришло все ба-а-а-а. Бьяна-Сей-Лене, тут поднялся Галдеж-Илай, и только старый Мордыхай, тфилин наматывая, спел. Барухата, шма-Исраэль. Все смотрел, перебирал, задавал вопросы, кого-то ущипнул за зад, кому подергал косы. Но, как увидал эстер, потерял дароречи и женился сразу царь. Но еще не вечер. Все бы было хорошо, да не тут-то было. Злой Аман к царю пошел с какой-то левой ксивой. Дескать, Мордыхай, еврей, хочет тебя свергнуть. Крайне мере иудеев надо всех подвергнуть. Что же делать? Вот беда. Как спасти народ мой? Как же убедить царя, что все это халлоемес? Слушай, доченька эстер, сходи-ка, хашвирошу. Пусть отменит он указ, очень тебя порошу. Мораль той басни такова, не рой другому яму. Сам в нее и попадешь, в самый краткий срок. Хотел злодей Аман повесить в Мордыхая. А вышло все наоборот, повесили его. Тут поднялся голдеж и лай, и в доску пьяный Мордыхай Фальшивым голосом хрипел. Лыхаем и всем, ауфидер заином. И с тех пор, три раза в день, закрыл глаза, Мы все поем, маисраин. Браво, браво. Надо сказать, видите, как прямо вот на тему дня И тему нашего разговора, не рой другому яму, сам не попадешь. Вот такие вот... Мера за меру. Мера за меру, да. Поэтому это было большое чудо, конечно. Да, прекрасно. Видите, эта пульмская история, она остается релевантной всегда, во все времена. И сегодня там, видите, персы другого рода, замышляют, тем не менее, то же самое. Хизбалла на севере Израиля, Хамас на юге. И каким-то образом еврейский народ продолжает существовать. Шма-Исраэль и Ам-Исраэль-Хай, да? Ам-Исраэль-Хай. Абсолютно. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Потому что у нас, это наша миссия. Ну, наша миссия, видите, существовать и нести. Жить. Жить. Я бы даже добавил. Вы знаете, интересно, что слово просто жить на иврите гар. Проживать. Проживать. А вот Хай, Хаим, в нем сразу двойное дно. Да. Даже на самом деле, ведь Хаим, вы слышите множественное число. И, кстати, двойное множественное число, да? Мешкафаем, да? Или Роглаем, да? То есть двойное. То есть жизнь не только в смысле ту, которую мы видим, но имеется в виду и полноценная жизнь Духа. То есть жить не просто существовать, да? Как вы говорили о ваших родителях, которые не просто музыканты, которые играют, которые вкладывают в эту душу. И поэтому, когда вы разыгрываете ноты этой жизни и проекты этой жизни, вы это не просто делаете, но делаете от сердца, от души, вкладывая свою жизненную энергию. Наверное, это и есть жизнь. Прекрасная мысль. Хаим, да? Поэтому в этом смысл Лы Хаим, пожелания и поздравления. Замечательно. И вот представим себе, что мы хотим, я просто предлагаю, естественно, да, мы хотим познакомить наших телезрителей с какой-то вашей песней. Это была тоже ваша песня, правда, Высоцкого. Ну да. Высоцкого, да это тоже была ваша песня, конечно, да? Вот что-то прямо такое вот ваше. Знаете, я скажу так. Давайте насчет... Познакомить с песней не с моей, а с песней моего папы. О! Окей, потому что мой папа, он уникальный человек. Да, он вот так вот его посещает вдохновление. Он идет, и как мама, когда он выходит, через некоторое время говорит, ну вот я накропал. Вот так вот. Окей. И он приехал как-то к нам сюда в Соединенные Штаты, и мы дома делали шаббат, у нас был шаббат-динер, делали кедуш. И вот он приехал в Израиль, окей, и написал вот такую песню. Из Израиля, по словам благословения, вашим под влиянием и вдохновением проведенного с вами шаббата в Нью-Йорке. Да. Израиль. 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 Спустятся они со стрелами, Прилетят и с нами вместе, песенку споют. Спустятся они со стрелами, Прилетят и с нами вместе, песенку споют. Спустятся они со стрелами, Прилетят и с нами вместе, песенку споют. У меня уже были друзья в Батьяме, это центр, Тель-Авив и возраст тоже такой, как бы все. И тут я попадаю, там комары летали, там болота еще где-то были, там стройка идет, там такая периферия. Сначала было тяжело, но потом потихонечку, знаете, началась собираться такая же компания похожая, начинают появляться какие-то интересы. Гитара всегда выручает, и я полюбил этот город очень сильно, сейчас его люблю, сейчас он расстроился, сейчас он огромный город. Я приезжаю туда и, знаете, в маленьком городе все друг друга знают, все работают на одном предприятии, все родители. Там, кстати, интелли или нет, что там есть? Сейчас там есть интелл, тогда была такая фабрика Poligat, они делали ткани, костюмы шили, были очень знаменитые. Вот, маленький город, все друг друга знают, везде можно дойти пешком, и в этом есть своя прелесть. И сейчас я живу в абсолютной противоположности, да, но у меня самые такие нежные воспоминания о вот этом времени, когда я приехал в этот город, все проходили через время и абсорбции, и ребята с разных концов вообще России, то есть Советского Союза бывшего, каждый привозил свою культуру, это были интересные времена. Я пошел в школу там, в Криотгате уже, и мне повезло, у меня прекрасная учительница, она в меня поверила, что я был очень даже неспокойный ученик и вообще товарищ. Вот, и мы с ней сейчас, у нас замечательные отношения, она мне каждый год, кроме того, что мы дружим, каждый год, вот, на протяжении многих лет, окей, она всем своим ученикам, классно руководителям присылает поздравления на Росшана Новый год, всем она, она каждому, это не имейл, она делает сама открытку, она сама ее оформляет, она сама ее пишет каждому индивидуально, наклеивает марку и присылает. Такая вот, мне вообще везет, я встречаю хороших людей. Ну, видите, предыдущая песня была, конечно, посланием и поздравлением вашим родителям, и вашей сестре, по-моему, да, тоже в сестре, в Кириатгат. Да, 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 и моим племянникам, и племянникам, да. И племянникам, мы послали туда уже послание в Кириатгат, и теперь осталось послать благословение вашей учительницы, как ее зовут? Моя учительница зовут Рут Бар-Юсеф. Рут Бар-Юсеф, то есть она израильтянка. Она израильтянка, да. Она вообще даже, вот так вот, так Рут Бар-Юсеф. Да. Ну, давайте пошлем им. Знаете, давайте я исполню одну песню, поскольку сейчас весна, все начинает цвести, есть такая песня, я уже исполню, вы уже оцените сами. Играет музыка. 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 Продолжение следует...